Бестселлер марки Митсубиши в России, кроссовер Outlander, готовится к смене поколения. Но несмотря на это, японцы продолжают совершенствовать автомобиль текущей третьей генерации. В шоурумы официальных дилеров поступили машины нового модельного года. Внешне их можно опознать по черным рейлингам на крыше и радиаторной решетке, стильным накладкам на противотуманные фары, колесным диском нового дизайна и спойлеру на пятой двери. Некоторые изменения произошли и в салоне. Сидения получили комбинированную обивку, а мультимедиакомплекс с 8-дюймовым тачскрином – дополнительные функции. К навигатору с голосовым ассистентом, Яндекс.Музыке, бесконтактной оплате топлива из машины и интернет-браузеру добавились сервисы МТС-музыка, онлайн-кинотеатр Kion и возможность воспроизведения видео с USB-носителя. Но и на этом еще не все. Чуть расширено оснащение. Младшая комплектация Inform обзавелась органайзером под полом багажника, а следующая за ней версия Invite электроприводом пятой двери. Зачем мы сделали эти обновления? Outlander, он производится в России, поэтому мы можем быстро и оперативно вносить изменения, те, о которых нас просят наши клиенты. Мы к ним прислушиваемся, мы слушаем и записываем обратную связь и вносим изменения в этот автомобиль. Кстати, локализация Outlander позволяет не только оперативно реагировать на запросы клиентов, но и успешно бороться с нехваткой кроссоверов в автосалонах. Дефицит, вызванный пандемией, затронул и Mitsubishi, но у них ситуация под контролем. Те или иные сложности, связанные с недостатком автомобилей, сейчас испытывают, наверное, все. Но, опять же, так как Outlander производится в России, мы можем эти автомобили гораздо быстрее доставлять до дилеров, и сейчас каких-то огромных очередей на этот автомобиль нет. Но, тем не менее, в наличии этот автомобиль застаивается совсем недолго, и если он есть, то его покупают буквально за несколько дней. Добавим, что по части железа в Mitsubishi Outlander нового модельного года все по-прежнему. К кроссоверу положены бензиновые атмосферники в 2 и 2,4 литра, бесступенчатая трансмиссия джатка, передний или полный привод. Приобрести посвежевший Outlander можно, заплатив от 1 миллиона 919 тысяч рублей. Пока еще продаются и автомобили предыдущего модельного года, а не на 20 тысяч рублей дешевле. Субтитры создавал DimaTorzok